Здравствуйте! Чрезвычайное положение из-за войны в Украине было продлено на 45 дней из-за войны в Украине. Такое решение принял парламент. За это проголосовали 59 депутатов партии Действия и Солидарность. Оппозиция не согласна с таким решением. Они не поддержали этот проект. Так, по мнению депутатов партии Шора, также блока коммунистов и социалистов, у парламента есть достаточно рычагов для того, чтобы принимать решения, необходимые в контексте войны в Украине. Также они считают, что правительство через инструмент чрезвычайного положения может принять некоторые решения сомнительного характера, которые могут не соответствовать интересам страны. В свою очередь, премьер-министр Наталья Гаврилица, которая пришла сюда в парламент для того, чтобы представить проект решения, заявила о том, что продление чрезвычайного положения необходимо для того, чтобы у правительства были дополнительные рычаги для принятия решений в контексте кризиса беженцев, а также для обеспечения энергетической безопасности и безопасности у государственных границ. Отмечу, что перед зданием парламента прошел также протест. Несколько десятков человек, это сторонники и члены партии социалистов, высказали свое несогласие с политикой правительства, потребовали отставки кабинета министров. Также они высказали сомнения по поводу необходимости продления чрезвычайного положения. В свою очередь, премьер-министр Наталья Гаврилица заявила о том, что правительство будет принимать исключительно правильные решения в соответствии с законом в этот период чрезвычайного положения, и также объяснила, что нынешняя социально-экономическая ситуация сложилась из-за международного контекста, спровоцированного войной в Украине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова